Узнать о самых современных подходах к лечению хронических неинфекционных заболеваний собрались не только котловские медики, но также руководители и врачи больниц Южного Куста. Котлов для проведения столь масштабного мероприятия был выбран не случайно. Наша больница – одна из передовых и оснащенных в области. В ней есть и опытные кадры, и самое современное оборудование. Достаточно крупное учреждение, в котором развивается новый метод для лечения. Не так давно в нем появился новый магнитно-разонансный томограф. В настоящий момент появился новый ангиограф, на котором выполняются высокотехнологичные операции на сердце и сосудах. Безусловно, также обновляется парк диагностического прочего оборудования. Приобретен не так давно специализированный компьютерный намок для органов зрения. Начали выполняться новые методы лечения влажной маковой дистрофии. Вообще в Котласе конференции такого масштаба не было давно, хотя направление это в медицине глобальное. Ведь к наиболее распространенным хроническим неинфекционным заболеваниям относятся болезни сердца и сосудов. Онкологические заболевания, астма и, конечно, сахарный диабет. В Архангельской области на сегодняшний день почти 53 тысячи больных диабетом. Это 6% населения. В Котласский район, Котлас, это примерно 3-700 пациентов с диабетом. То есть это весомая такая часть. И, конечно, диабет второго типа – это в первую очередь риск развития осложнений сосудистых. Почему у нас конференция проходит совместно с кардиологом. Тематические блоки в рамках конференции были востребованы всеми профильными специалистами. Подбор сахароснижающей терапии, современные возможности в лечении пациентов высокого ишемического риска, лечения хронического болевого синдрома. Помочь в лечении множества заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, помогает президентский нацпроект здравоохранения. Он реализуется в стране с 2019 года. Нацпроект здравоохранения, я считаю, дал очень колоссальный эффект по увеличению продолжительности жизни, по решению вопросов раннего выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, особенностей заболеваний онкологических. Благодаря поддержке нашего президента в вопросах развития нацпроектов у нас появилась колоссальная возможность оснастить учреждения заболевания тем оборудованием, которое на самом деле еще несколько лет назад казалось недосягаемым. Это все вывело уровень диагностики на уровень ведущих европейских клиник. Ничем не отстаем. Недавно президент объявил о реализации нового нацпроекта по здоровьесбережению, который призван обеспечить технологический суверенитет отечественного здравоохранения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин озвучил новую идею о внедрении нового национального проекта по сбережению здоровья, внедрению новых технологий. Здесь, конечно, у нас расширяется поле деятельности, и мы, конечно, надеемся на то, что будут использованы нейросети, искусственный интеллект. И, конечно, здесь нам необходимо будет техническое оснащение, различные компьютерные программы и технологии, которые дадут новый толчок в развитии оказания помощи. Кроме того, будут увеличены дополнительные социальные выплаты для медучреждений в городах с численностью населения от 50 тысяч человек. А значит, Котловская больница сможет привлечь еще больше специалистов. Ну и, конечно, получить высокотехнологичное оборудование.